всем привет это актуальная тема на т.в. и самое актуальное случилось у нас буквально пару дней назад к нам приехал к нам приехал юрий труднев дорогой у нас в гостях человек который принимал непосредственно участие в совещаниях разных мероприятиях вместе с полпредом президента в дальневосточном федеральном округе это министр природных ресурсов и экологии сергей матвеев и санч добрый день добрый весь сергей вечер вечер по моему вечер уже у нас середина рабочего дня как обращу такой не раб не рабочей одежде или у вас так можно ну это рабочая одежда просто сегодня ну как-то уже совещание прошли ну ладно чуть окей поменял гардероб хорошо говорят что за эти два дня вот эти два дня которые здесь был труднев сдвинулись с места вопросы которые буксовали годами прежде всего чистый воздух ну и другие да там застройки центра города но это в меньшей степени ваш вопрос правда ли это и что произошло ну во первых прям совсем на всех мероприятиях я участвую не принимал я получал только в совещании касаемо моих направлений в том чисто чистый воздух во вторых на улице холодно поэтому утеплился а в третьих по поводу буксовали тоже сказать не могу потому что как бы по принципу 7 раз от мере один раз отрез шла подготовка к сложному процессу под названием чистый воздух это федпроект который предусматривает определенное финансирование мероприятий которые входят в комплексный план вот этот комплексный план чтобы разработать мы должны понять ну прежде чем что делать надо понять причины недуга причины это все мы видим результат это некое превышение пдк в городе в атмосфере от чего причина этих превышений и понять нужно в первую очередь какие мероприятия там осуществлять чтобы минимизировать эти все выбросы негативными должны провести там изыскания научными научные изыскания провести работу по анализу по выявлению создать реестр определить концентрации все это достаточно занимает серьезную так сказать ресурсы время финансирование определенное затем создать какую-то историю или там платформы в которой могли бы наши искать интуитивные наработки наши наши хотелки не хотелки даже как-то назвать не знаю гипотезы наша гипотеза отработать на что-то нормальному для этого есть такое понятие как водные тома и слушайте но это очень скучно для зрителей извините что туда давай это все простым языком больше язык специалистов вроде как выяснили да что основной загрязнитель частный сектор что с ним будут делать давайте представим человека когда живет на левом берегу да вот он вдруг случайно включил до увидел сейчас министра и услышал что-то о том что будут что-то с ним делать ним который топит печь дровами и углем что с ним с этим человеком будет происходить в ближайший год-два визис вот реализации программы чистый воздух понял станет ему лучше хуже к чему ему готовятся да но если в двух словах то была проведена большая работа по подготовке чтобы точечно бить в те места которые в основном загрязняют что частный сектор что юридические лица у которых есть автономной котельной это но основной источник вот вот чтобы было понятно там человек кто включил телевизор и сидит там на левом берегу например что ему надо делать разве завтра резки в печке дрова дорожают уголь в том числе соседи жалуются наверное что там сажен кого-то летит но чтобы это было понятно приезд труд него и чистый воздух как это вместе с собой ассоциируется мы планировали включиться в эту программу только в двадцать четвертом году точнее даже не мы а мин природы россии некоторые города там субъекты точнее по красноярского края сейчас уже в этой программе но мы вот проведя большую работу благодаря приезду петровича мы сейчас можем говорить о том что мин природы включает нас не в двадцать четвертом а в двадцать втором году и не только улан-удэ от три города в бурятии гусенозерск улан-удэ и силенгинск вот три города хотя мы расчеты провели для четырех городов еще каменск но три города входят в программу есть вероят что в двадцать втором году мы туда уже войдем слава богу что с 22 года что он начнет происходить в этих городах на в двадцать втором году в этих городах мы будем двадцать втором году мы мы будем как раз полностью перечень конкретных мероприятий прорабатывать и уже их ложить на бумагу сейчас они у нас есть на это рабочий проект двадцать втором году может учетом всех проведенных ранее изысканий будем конкретно говорить что надо сделать в этих городах стал воздух чище а федералы с двадцать третьего года нам будут часть мероприятий софинансировать я так полагаю это будет большая часть вот комплексный план ну грубо говоря человек чтобы ему тариф на электричество позволял сказать что и отказаться от дров и от угля чтобы он купил себе там обогреватели и это было бы намного или сопоставимо либо дешевле чем уголь вот это как раз один из например пунктов комплексного плана чтобы субсидировать тарифы в отопительный сезон для того чтобы ну как бы стимулировать народ перейти от угля и дров на вот такие экологические чистые электроотопления да это вот конкретный ответ а все что я говорю под названием слова комплексный план это огромный перечень мероприятий есть основные мероприятия подготовительную работу мы провели мы изучили проблему поняли причину теперь принимаем решение то что сделать чтобы у человека была возможность включить электроотопление ему надо сделать так чтобы это электроотопление то есть электричество бесперебойно к нему приходила чтобы он зимой не замерз без угля а для этого нужна модернизация электросетевой инфраструктуры собственно это и предполагается это вот программы чистый воздух а вот это одно из там не знаю десятков я пока до сотен не могу сказать десятков мероприятий которые предполагаются в рамках комплексного плана то есть стимулировать переход путем субсидирования тарифа на электричество это вот один механизм второй механизм это из основных мероприятий на комплекс план это как бы основные мероприятия дополнительные мероприятия и второе основное мероприятие это производство в улан-удэ котельной юго-западной котельной бездымного топлива то есть это производства такого угля который не будет точнее будет гораздо меньше выделять негативных выбросов в атмосферу и при этом сопоставимо будет его рыночная цена учетом того что производство у нас при производстве мы также генерируем теплоэнергию это еще сокращает тариф и мы попытаемся вот комплексным планом сделать так чтобы этот уголь стоил был альтернативой бурому углю то есть юрлица могут смело там планировать свои расходы используя данный вид топлива которому как известно сейчас уже у юрлиц которые имеют подключение есть ограничение в использовании твердых видов топлива но нет пока меры ответственности на ограничение уже есть то есть может сказать что они пользуют его незаконно но вот мы даем альтернативу таким образом вот остальные мероприятия комплексного плана такие как например частично переход на там жиженый газ их того района где это уже возможно там особенность север северобайкальск там или правая часть байкала восточная то есть там уже частично идет модернизация инфраструктуры под другие альтернативные источники энергии экологически чистой вообще в перспективе в далекой перспективе мы планируем убрать механизмы которые требуют зажигания топлива неважно там бездымный уголь-уголь дрова пеллеты но уйти на более чистые то есть либо электричество либо газ чтобы вообще не было выброса то есть минимальная нагрузка на экосистему электричество тоже откуда-то брать надо да что-то сжигать наверно не что у нас же 3 что генерирует зажигательных механизмов и за счет они снова в природе там гидроэлектростанции солнечная энергетика там они от тепловые насосы ветер приливы очень технологии шарпо очень много вариантов взять электричество из правах еще один вопрос по этой теме вопрос который нам задавали в комментариях по сюжетам вот про чистый воздух людей волнует пойдете ли вы по пути карательному до прежде всего в отношении из лиц простых как гаража то есть когда начнет внедряться электроотопление когда пойдут деньги на модернизацию сетей это будет сделано будут ли какие-то карательные меры в отношении людей которые как топили так этот углем и дровами ну я загадывать не буду вообще честно говоря в россии запреты штрафы и карательные меры не сильно-то работают мы русские люди да нам у нас не убивает делать нас сильнее поэтому лучше все-таки я вообще сторонник стимулирующих мер проще человеку объяснить что этим будет выгодней ну там вот этот сценарий более выгодный и более эффективный и он еще социально там правильно можно ли то о чем мы говорили сейчас нам сдвиг по программе чистый воздух назвать главным итогом года в работе министерства или нет какие еще не заметные от не нас нет наверное ну я так на скидку скажу это очень это очень серьезный сдвиг да с учетом того что во первых еще и года в министерстве не проработал понятно что очень там нас 80 направлений деятельности это как бы это очень большая цифра на самом деле но для вас лично что достижение для меня лично например ну тринадцатого года вопрос у нас там по ликвидации объект накопленного вреда мы хоть как-то его с места сдвинулись сейчас пятнадцатого года у нас проектирование защиты города улан-удэ и мы там два момента сдвинули до места большие на ушки и вот сам улан-удэ 15 года идет проектирование уже прошли там претензии взаимные претензии суды мировые соглашения и только сейчас в двадцать первом году мы смогли подписать документа следующем и защитить финансирование на федеральном уровне лично летал в москву снасанычу козлову алексей сам будешь там очень много провел предварительной работы и он настоящий год есть финансирование еще на будущие этапы но пока только два этапа три четверти пятый на в процессе это серьезная большая работа защиту вы иметь ввиду гампа дам бы дам города улан там не только дам там гидроэкническим там ряд мероприятий да по подпорные стенки дамбы защитные сооружения везде в зависимости от технологии это большое достижение плюс до чистый воздух мы на два года сдвинули влево сроки и соответственно еще финансирование поступит на два года раньше люди на два года быстрее вздохнут более полной грудью и более чистый воздух кстати же плюс есть какие-то расчеты может быть какая-то корреляция сколько вот эти два года они сколько жизней сохранят с болезнями расчеты и онкологии расчеты есть какая-то связь связь очень большая петрович как раз об этом очень предметно акцентировал свое внимание и попросил все-таки как раз найти вот эти зависимости провести анализ мы такой анализ ну так предупреждая поручение юрики первича уже в летом начали формировать активно взаимодействуем с минздравом но это большая работа буквально сегодня вот два материала подготовили такую немаленькую инфографику мы стараемся быть современным министерством поэтому у нас есть свой телеграм-канал сегодня буквально мы там разместим как влияют ну такая международный опыт и российский насколько дайте спойлер что там влияет до влияет загрязнения воздуха напрямую влияет на иммунную систему и на заболевание и вот в некой цифры некий инфографику мы прошел неплохо да если скажешь на сам телеграм-канал а желаном вроде как это что реклама это просто вы же не информированность населения данным образом не продаете свой iphone это мы просто стараемся вот в телеграмах много чернухи разные непонятные поэтому мы запустили такой источник где объективная информация и она только носит такой их по полезный характер то есть кого реально интересуют природные ресурсы экология и наша работа нашего министерства вот подписывайтесь на наш канал вы как мессенджер используете я или же карьера эти но я использую как коллективный и так сказать ну как чат чат но с элементами там вопрос вот по корпоративу на днях мы запустили ну тоже голосовал куда там какие-то рабочий момент очень удобно местные каналы читаете я их не читаем и иногда скидывали от новости да так или там где-то случайно увижу там самое абсурдное что про вас написал местный телеграм абсурдно ну да вот что прямо вы даже вы удивились вот такого время наверно при войне я третий квартал даже не знаю сколько там чего тут уже написали про четвертый квартал премию срезали вас лишили премии да я интересно узнавать о премиях из телеграм когда еще нет официальных документов то ли у кого-то такие хорошие источники в правительстве что даже знают такую вроде как не сильно публичную информацию ну где-то у нас видимо есть пробел в части информационной безопасности нами то есть местные каналы вы не читаете иногда вам пересылают что-то для это что не читаю я читаю ну для полезные вещи для вас это не источник информации не начитаю там зеленый змей не не загорь ну в каналы в которых есть что-то полезное что можно подчеркнуть в работе они за грязная как вы назвали зеленый змей про что пишут а это экологический телеграмм канал про экологию всей страны я уже подумал про алкоголь не 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 он это зеленый я не знаю какая ситуация но он там он очень крупный федеральный канал понятно подпишусь да добавляйте еще один вопрос у нас времени мало извините что так резко я знаю что в бурятии буквально вот несколько дней назад состоялось то ли совещание то ли презентацию у вас да и в бурятии то ли уже работает то ли будет внедряться в ближайшее время него революционная система космического мониторинга большой брат будет смотреть за всеми нами из космоса еще правда это или нет как связано с вашей работой и что реально если да то что там будет видно я назову четыре главных темы для меня ну 1 сказал это защитное сооружение и предотвращение через от паводков второе это вот чистый воздух практически большой работ провели и научно и так далее третье опять даже третье мы сделали серьезный упор опять же водные истории это анализ всей территории бурятии на поручение президента и много-много всяких документов было анализ рисков и поводковой ситуации так называемый светофор и туда добавили историю с байкалом то есть мы обосновали почему надо немножко раньше немножко больше заливать воды на иркутской стороне чтобы территории бурятика система осталась в порядке четвертое мы большую работу провели с по линии недропользования по инвестиционной составляющей по взаимодействию с недропользователями по созданию условий того чтобы максимально безопасно для экосистем добывались наши ресурсы то есть мы такой некий баланс экономики и экологии провели с учетом разного рода нормативки там есть у нас есть ряд федеральных инициатив которые были услышаны ли петрович им еще прошлые визиты теперь две инициатива одна связана с карьерами честная вся страна будет немножко проще предотвращать честному что карьеры будут упрощенный порядок три даже 2 это рждшная история руссети и сама ржд тоже с карьерами из со строительством восточного полигона третье это вода то есть мы два субъекта в стране кто сейчас и ставим на баланс и изучаем возможность добывать ту правильную питьевую воду там по определенному госту участку сенозерске это только по недрам самое еще одна из главных по недрам это рад то есть у нас предусмотренном серьезная большая модернизация испуганского аналитического центра который во главе всех недр то есть изучение этих пород оценка анализ самая крупная лаборатория будет на территории сибири и дальнего востока у нас в бурятии это опять же наша совместная работа сейчас обуви чем ну и совместно с росгеологии и мы бурятия владелец по сути контрольного пакета акций то есть у нас есть протоколом эту работу ведем вы 5 нам да вот эта система комплексного мониторинга мы в летом были на совещании под председательством по линии генпрокуратуры вел первый зам красного димешин дмитрий . потом я петрович трудно был и минвосток развития чуканков что забыл он был большой с министром литра большое совещание мы анонсировали что мы сейчас ведем работы по двум направлениям эко технополис это такой некий бренд который агрегирует все экологические инновации внутри к технополиса один из лайфхаков это антропогенная нагрузка которая подразумевает смс всех туристов чтобы мы фиксировали кому что их уведомляли что вы на территории юнеско в цезии байкал а вторая часть вот этого комплексная система природопользования то есть мы в рамках цифровизации применением алгоритмов искусственного интеллекта видим теперь все что происходит там в части воды части из леса изменений и недра пользования то есть все то что можно увидеть с космоса у нас автоматическом режиме обрабатывается у нас ведь ретроспективные данные то есть мы видим там карьеры с 15 года хотя можем из 87 года на посмотреть пока нам не нужно так далеко в одном месте было нужно на севере сейчас мы там прокуратурой вопрос пока закрыли крайне прямо вы видите там свалки да допустим вот разработки как недр до ордеров всем открытым способом вырубку леса все что не под землей все что не под землей я думаю сейчас вот ребят который в тайге там с топорами до или спелами слушать они побросали их да и как о мне незаконные рубки однозначно то есть это все два дерева срубили мы это увидим практически не то мгновенно но очень быстро то есть люди не успеют технику для своего есть то есть сейчас мы это запустили там гарри ветровалы карьеры лесопатологии то есть очень большое внимание к лесному хозяйству по водному хозяйству и по недропользованию у нас и по сельхозки еще как бонусом до для наших коллег с правительства очень много там видов анализа есть мы просто буквально вот на днях это приняли сильно не анонсировали но эта система на самом деле уникальна для только бурятия но для страны уникальная мы комплексно собрали возможность видеть все что происходит и таких аналогов в россии пока нет несмотря на то что институт находится в татарстане в котором идет обработка этих данных но вот такой подход применение этому алгоритму нашли мы сейчас здесь были отдельные пилоты в стране там хабаровске минвосток проводит в перми татарстане в самом в архангельске и в иркутске по пилотным историям но комплексно ввести вот промышленную и еще собрать туда не только лесные другие сопутствующие вещь удалось нам сейчас мы уже эту работу провели уже можем сейчас сказать что эта работа выполнена у нас есть такая история она немножко опережает свое время и ее возможности мы еще увидим в перспективе если можно еще раз там три или пять главных плюсов выгод от внедрения этой системы у нас по нашим полномочиям мы занимаемся лицензирование в части распространенных полезных ископаемых теперь мы видим полностью где лицензия где по факту идет добыча или то есть старые данные да то есть это вылезли за границы разрешенные карьера либо не разрабатывает карьер незаконная там нет лицензии либо еще какие-то процедуры очень много видим моментов то есть мы сейчас для чего все это делаем не просто там наказать кого-то мы это делаем для того чтобы был определенный порядок потому что мы живем уникальные природной экосистеме вблизи озера байкал и очень трепетное отношение необходимо чтобы ну как сказать не было разного рода нарушений прудоохрана законодательства то есть мы таким образом понятно что первый этап это скорее всего какие-то всплывут нехорошие истории но зато с последующим у нас не будет ни у кого желания нарушать правила игры так сказать у которой установлены федеральным региональным законодательством таким образом мы стимулируем не сигналит уже что можно заканчивать давайте на этом и законченная да это очень хороший очень хорошая информация но для кого-то для большинства до большинства и для большинства да вот для тех кто стал с топориком сейчас в тайге вот им стоит напрячься у нас еще какая-то и значимая вещь я скажу блин и так так подзабыл и 5 назвал дальше даже же недра вода лес защита по воде я сказал по многим вопросам скал чистый воздух информационная система и ков технополис смс ну ну даже это но очень много у нас да вы меньше года да тут уже достаточно ну наверное куда она за делала что это мусор то наш любимый она же теперь сделали цифровую модель полностью управление схемы обращения с отходами то есть вот это по соглашению предоставлена информационная система которая разработал иркутский регоператор ртн мы получили безвозмездно теперь мы с мусором у нас есть перспективы выйти в плюс и сегодня провели совещание с ппк рио по поводу изысками возможности безвозвратные субсидии получить чтобы построить полигоны сделать инфраструктуру но пока этого нет но все равно анюта навстречу мы сейчас прорабатываем все механизмы по совершенствованию обращения с отходами то есть у нас есть полностью от а до я весь комплекс программных средств и уже некий пилот проведен успешно чтобы регоператор у нас вышел в плюс это на самом деле очень такая очень много времени отнимает честно гряди твердокуммунальные отходы ну и соответственно сейчас этот вопрос закроем больше уйдем и третий зам забыл что эти зам с нового года появляется который непосредственно будет заниматься недрами недра пользователями инвестициями в эту сферу увеличение бюджетной составляющей ну и разрешение проблем связанных с недропользованием и лесным кодексом то есть это вот еще два таких хороших плюса мусорка недр и который надо точно сказать хорошо что ж спасибо мне кажется все новости радостные третий зам только но это вам польза да конечно нам-то какая польза мне как какая мне польза от вашего третьего огромная польза ну сейчас мы допустим там не понимаю туле от 25 процентов до 43 бюджета формируем за счет недропользовая появится 3 зам эту цифру можем значительно увеличить то есть больше внимания тем инвестициям которые приносят недры соответственно больше налоговых отчислений бюджет и больше вырастет социальный уровень то есть у нас очень много недр очень много налогов приносит недропользовая помимо промышленных объектов там авиазоводы и так далее 4 вот надо вот эти вот там пом больше это так если брать только отдельные компании это четверть бюджет а в сумме мы я так говорю чтобы почти пол бюджета в республике формируем и если на это направление должен непосредственно какое-то быть усиленное внимание вот не ждала хорошо приносит плюс я лично я как местный житель визирует значит третьего зама я не против спасибо большое спасибо вам я конечно я шучу это был сергей матвеев министр которому журналист может написать в телеграме и он приходит буквально через пару часов и без бумажки рассказывает открыто обо всем чем он занимается даже своем третьем заме не побоялся рассказать спасибо увидимся это была актуальная тема нашего